Большинство водителей, которые обычно отправляются домой или по делам по улице Соликамской, через площадь Восстания, были удивлены. Закрыт проезд по улице Восстания. Хотя мы, дорогие друзья, предупреждали вас, неоднократно как минимум три программы мы посвятили тому, что здесь грядет масштабная реконструкция и тому, что здесь будет изменяться схема движения на время этой реконструкции. Показывали даже это на план карта. Но, как утверждают очевидцы, что в понедельник, что во вторник, да и я думаю, что за все остальные дни, как минимум на нынешние недели, пробки здесь будут значительные. Ну, сложно привыкнуть нашим людям к новым обстоятельствам, тем более к организации дорожного движения. Это программа «Моих дороги». Сегодня мы здесь, на площади Восстания, сочленении улицы Соликамская и улицы Восстания. И сегодня поговорим о новой организации дорожного движения. Здравствуйте! Сложно сейчас узнать подъезд площади Восстания со стороны улицы Соликамской. Сейчас начались работы по реконструкции именно этого участка. Помните, мы вам говорили о том, что здесь предполагается полное переустройство дорожного полотна, коммуникаций и реставрация двух мостов. Один мост через речку Малая Мотовилиха, по-моему, так она называется, уже отреставрирован. Это продолжение улицы Соликамской. Именно по ней сейчас организовано движение транспорта в объезд того участка и подъезда к площади Восстания. Туда проезд с Соликамской полностью или с мостовой полностью закрыт. Нужно обращать на это внимание. Но есть одно обстоятельство. Здесь обещали поставить светофор для того, чтобы вот на этом Т-образном перекрестке автомобили могли разъезжаться. Светофора здесь нет. А потому следует ожидать многокилометровую, особенно по утрам, пробку со стороны улицы Мостовой в направлении центра города. Остановку площадь Восстания перенесли вот сюда, вдоль парка имени Свердлова. И неработающие светофоры третий день после открытия движения по этому участку и закрытия площади Восстания на самом деле доставляют массу неудобств пешеходам в первую очередь. Потому что перейти здесь дорогу фактически невозможно. Знаков, говорящих о том, что здесь есть пешеходный переход, нет. Автомобилисты так, исключительно из уважения к пешеходам останавливаются, хотя это абсолютно не соответствует никаким нормам безопасности. Почему до сих пор светофор не работает, лично мне непонятно. Берегите себя, выбирайте пути объезда, если это возможно. И соблюдайте правила дорожного движения. Увидимся уже совсем скоро. Это была программа «Моих дороги». Пока. Субтитры подогнал «Симон»